Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я вам покажу оригинальный геометрический маникюр. Дизайн буду создавать на материалах торговой марки KISS. Данная продукция была предоставлена мне на обзор компанией Amarilis. Ссылки я оставлю в инфобоксе под видео. Я уже подготовила ноготки, выровняла форму и сделала маникюр. Наношу базовое покрытие Бродвей. Средство имеет нерезкий запах, мне даже показалось, что пахнет зеленым яблоком. Но это скорее запах алоэ, экстракт которого входит в состав. Как база продукт очень понравился. Она быстро сохнет, хорошо защищает от цветного лака и действительно как будто слегка увлажняет ногтевую пластину, как и обещает производитель. Средство является ускорителем роста. Пока данного эффекта я не заметила, потому что пользуюсь им не так давно, но буду наблюдать за ногтями. Во флаконе база зеленого цвета, но после высыхания на ногтях она становится прозрачной. Теперь наношу белый лак от KISS HD. Он носит название «Снежная ягода». Этот лак действительно белоснежный, довольно плотный, наносится в два слоя. Кисть плоская, широкая, но не круглая, ровная на срезе. Очень удобно в нанесении. Лак ведет себя послушно и будто саморазравнивается по ногтевой пластине. Когда лак полностью высох, наклеиваю в качестве трафарета полосы. Для этого использую ленту для дизайна ногтей и наклейкой основе. Ее можно заменить обычным скотчем, нарезав его ровными полосками необходимой ширины. Продолжение следует... Когда все полоски наклеены и полностью приглашены, советую этому уделить особое внимание, наношу один слой черного лака. Использую черный лак от KISS HD, черная смородина. Благодаря его сильной пигментации достаточно всего одного слоя, чтобы добиться плотного оттенка без проплешин. Кисть такая же удобная, как и у белого лака. Подозреваю, что она одинаковая у всей коллекции HD. Спустя всего несколько секунд после нанесения черного лака, аккуратно снимаю полоски. Теперь дожидаюсь полного высыхания. Благо черная смородина это делает быстро. Чтобы дополнить дизайн, я использую стикеры от KISS, драгоценный металл. Судя по фото в интернете, мне показалось, что они пластиковые, но в действительности это металлические заклепки. В отличаются от обычных тем, что имеют клейкую основу. А главное, после снятия они теряют свой свет, в отличие от обычных. Теперь для стойкости и долговечности своего маникюра наношу слой топового покрытия, используя гель-фиксатор маникюра от KISS. Признаюсь, довольно скептически относилась к заявленному названию, но он его оправдал полностью. Этот топ не только надолго защищает лаковое покрытие осколов или трещин, но и придает мега-блеск маникюру. Если бы он еще имел эффект сушки, то заставил бы серьезную конкуренцию моему фаворитному топу. Гель-фиксатор не стягивает и не растворяет лак, поэтому после нанесения кисни нужно очищать от цветного пигмента. Чтобы разнообразить дизайн, я решила воспользоваться набором ТОП ТРИО. В него входят три топа. Глянцевый, мерцающий с мелким шиммером и матовый. В дизайн захотелось добавить матового эффекта. К сожалению, после нанесения этого топа на лак нет матового эффекта. Он скорее резиновый, что-то среднее между глянцевым и матовым финишем. Хотя в данном дизайне смотрится довольно интересно. Данный топ мне не подошел. Всего через пару часов кончики ногтей затираются и становятся блестящими. А на следующий день глянцевым становится все покрытие. Поэтому, увы, но данный топ не для меня. Вот такой в итоге получился у меня дизайн. Данный дизайн у меня продержался более четырех дней. В целом продукция кис мне очень понравилась. Поэтому с удовольствием буду ее использовать в будущем. Если дизайн вам понравился, ставьте патчок вверх и подписывайтесь на мой канал. Так как впереди вас ждет еще очень много интересного. А также читайте меня вконтакте, чтобы следить за жизнью моего маникюра. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Ромашка. До встречи.